друзья всем привет сегодня вторая часть видео посвященная музею юмору теперь мы пишем его на фреймворке который называется view и дабы не терять время давайте сначала посмотрим что мы сделали в прошлый раз и я немножко скажу что будем делать дальше итак в прошлый раз у нас было все посвящено разметке вот она перед вами здесь я вставил такие скобки чтобы понимать о чем куда кого куда дальше будем втыкать вставлять у нас есть некоторое количество компонентов у нас есть в общем у нас практически ничего нет у нас единственное что разметка итак первым делом что нужно сделать я бы сделал конфигурационный файл в котором будем хранить все настройки итак создадим этот самый конфигурационный файл я его назову как вы догадались configuration точка ну пусть называется на самом деле js у меня не будет там никакого view он просто вводит конфигурационный здесь я должен сказать так вот export const именно const конфигурацион и здесь мне осталось только написать но вы знаете у меня же есть как бы сайт и здесь вот я как раз хотел написать где лежит хаттп с дальше ввв точка колобонгом точка ком слышь и 5 слэш в 2 это что называется самого сайта где у меня будет айпи куда мы будем подключаться а туда конечно тут же и равно пропустил мы же создаем класс так ну и помните мы делали форматирование да в реакте его в ауреле ну вот я тогда сразу сделаю сюда data format какой-нибудь то есть формат который буду применять пусть он будет стандартный ммм ой мм . ну yyy что соответствует названию году итак у меня есть конфигурационный файл дальше следующее что мне нужно сделать на самом деле смотрите раз у нас речь идет непосредственно о том чтобы получать данные тогда нужно собственно говоря заняться как раз этими данными и так для этого я буду делать вы не поверите но я буду делать сервис и 5 сервис так называем а создам я его пожалуй вот папки сердце создам папку с сервис из вот ну там конечно будет пока один файл ну я с намеком на то что это не будет крутое приложение когда-нибудь наверное в общем у меня расширение будет тоже джейс ну и в общем то мне теперь осталось его реализовать я постараюсь печатать быстро и если что я буду прокручивать ну и вы не стесняйтесь так импорт для начала не нужно я уже так делал configuration давайте так configuration ask fd я его естественно буду брать from так я его буду брать вот отсюда так дальше мне потребуется пока ничего не потребуется давайте напишем экспорт класс ну экспорт дефолт давайте оу дефолт класс ну и назову его тоже по стандартному API сервис вау что это было вот и в общем то что мне здесь нужно мне нужно прям смотрите у меня есть так ну во первых я буду также использовать xs тот самый который использовал в реакции поэтому давайте я сразу сделаю импорт xs он мне он еще не установлен xs но в общем то давайте тогда давайте тогда его установим так для начала мне нужно показать давайте откроем npm install xios save enter нет что неправильно написал давайте переверем xios да пошла установочка пока она идет собственно говоря можно ой продолжить дальше и так что мне нужно мне нужен конструктор в котором я как минимум смотрите мне для того чтобы сделать какой-то запрос мне нужен каталог каталог то есть какие-то каталоги у меня есть не только выбранные каталоги да у меня еще есть отдельная стоящая из adult да вот этот самый для старше 18 лет но и изначально давайте сделаю по простому я сделаю каталог так вот сделаю что они мне ничему не заданы то есть если даже пользователь изначально все выключит но у меня они будут браться из сервера смысле по умолчанию то есть r&d будет брать случайным образом из всех так я смотрю мне тут все установилось это закрою это свернул ну в общем далее следующее что мне нужно сделать мне нужно сделать какой нибудь ну давайте сделаю такой вот get humor да вот такую штуку которая будет по идентификатору помню если не помните посмотрите предыдущее видео то есть если идентификатор конкретного указан экземпляр да то я получаю именно его а если не указан тогда я собственно говоря выбираю случайным образом ну просто так сделать сервис и поэтому поэтому это будет работать в общем то дальше что мне нужно сделать смотрите я обычно делаю ну вот не знаю так вот я привык делаю некоторую обертку да я делаю такой вот random метод в который тоже пускают от айди но другими словами вы если у меня потребуется какая-то дополнительная обработка там параметров или еще чего то я смогу их сделать в get humor но тем не менее у меня основной вызов будет get random потому что это вот реальный метод который будет идти на сервер и получать данные с моего сервиса сюда соответственно я должен напустить этот идентификатор и в общем то здесь нужно мне сформировать тот самый какой-то пайлоу да который пойдет на сервис но во-первых да ретон я должен сделать xs то есть я буду возвращать непосредственно promise который возвращает вот этот метод и здесь мне нужно указать url какой-то и еще нужно какой-то вот пайлоу пусть это пайлоу будет вот пока вот таким вопросом так url у меня соответственно как вы понимаете берется из конфигурации но поэтому давайте атаку сделаю даже не вар а вот так напишу let url равен так у меня url не просто берется у меня url подставляется поэтому я буду использовать такую штуку которая называется интерполяция я напишу kfg.base url которую мы создали в предыдущей части и здесь мне нужно к этому kfg в смысле к этому base url написать humor ну просто у меня есть такой контроллер который вот и выполняет эти все обработки так дальше когда у меня уже есть мне осталось сделать пайлоу так что пайлоу такой объект даже давайте вот так создадим лет пайлоу вот равен чему он у нас равен ну во первых у меня есть каталоги каталог если у меня каталоги не пустые ну то есть каталог с проверяем на длину не 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 gt х все время забываю как она пишется не равен ноль так давайте не равен пой не равен ноль тогда мне этот самый пайлоу вот мы будем его вот таким вот образом отдавать тогда создадим новый объект каталог в которой отдадим те самые каталоги как я сказал раньше и если нет ничего, то будет просто пустой объект дальше, теперь мне что нужно сделать мне нужно проверить, что есть ли идентификатор у меня вообще задан тогда payload, ID мне будет равен этот самый идентификатор то есть я его передам ну и дополнительную проверочку сделаем сразу так как уже есть опыт написания трех клиентов двух клиентов, это третий так, если у меня этот параметр указан из adult тогда мы вот в этот самый payload добавим параметр из adult равен из adult вот такой вот у меня getRandom, он уже непосредственно отправляет запрос на сервер как вы понимаете, он возвращает promise, этот promise передается на getHover ну, можно сказать, что почти закончен API сервис так, что у нас там дальше я сказал почти готов, потому что мы вот эти вот параметры еще должны сюда как-то передать но поэтому придется к нему возвращаться итак, давайте для начала просто попробуем получить данные которые мы, собственно говоря сделали в API запрос вот эти вот самые импорт мы сюда напишем и назовем его ну, как вы понимаете API сервис получим мы его from итак, сервис у меня есть но теперь нам нужно им воспользоваться хорошо, что у нас есть такая штука которая называется data в общем, я сделаю instance как раз вот этого сервиса непосредственно вот в этой вот дате и буду к нему привязываться сервис я сделаю так вот API неправильно написал API сервис ну, то есть вот он у меня будет вот такой так, ну и во-первых смотрите, раз у нас есть сервис значит здесь какая-то должна быть излодинг та самая о которой я говорил ранее и по умолчанию она должна стоять false при запросе мы его включаем при закончании запроса мы его выключаем то есть этот флаг ставим так ну и сервис у нас будет получать данные это будет model как-нибудь давайте поначально изначально у него зададим ну ну и наверное все больше пока ничего не знаю больше пока ничего придумать не могу ну и в общем-то смотрите раз у нас есть data то у нас здесь есть такая штука как методы мы будем использовать вот эти вот методы следующим образом ну наверное методы это громко давайте он будет мне один gethumor я все-таки назову его мы его потом будем отправлять в другие вьюшки в другие эти как они компоненты поэтому сделаем пока таким образом у меня есть метод gethumor который может получать идентификатор здесь соответственно первым что сделать мне нужно из loading поставить true у меня начался запрос и дальше я должен соответственно this service ну видимо gethumor этот идентификатор передать сюда дальше давайте сделаем красиво вот так вот дальше когда у меня нужно сделать это же у меня promise возвращается поэтому у меня должно быть что-то типа then и здесь какой-то вот response я должен получить который который ну давайте его пока вот так сделаем а зачем я же уже модуль создал у меня этот this response то есть model должен response data вот таким вот образом и ну и в конце концов не важно на каком на удачном или неудачном есть такая фигня finally называется и она будет возвращать функцию которая как бы является хендлером а в этом в этой функции единственное что мы сделаем это сделаем this и loading поставим false ну то есть загрузка загрузка завершена дальше раз у нас этот метод есть теперь самое простое что можно сделать его дернуть ну в смысле выполнить в концепции view есть свой pipeline на самом деле он очень сильно похож очень как мне показалось сильно похож на react ну надо сказать что они все так или иначе похожи ну вот нужно просто знать что есть вот такой метод created то есть этот метод выполняется первым когда ой что я пишу то когда выполнил когда загрузился в юмод ну и первоначально я идентификатор передавать не буду как вы понимаете я просто получу случайные данные ну и давайте попробуем в конце космос запустить всю эту штуку опачки мы приехали у нас у нас какая-то гадость видимо где-то что-то да я забыл поставить кавычки это печально но не смертельно нажимаю сохранить о что-то получилось так давай теперь посмотрим по идее что-то должно быть у нас такое так сейчас посмотрим вот у нас ап есть вот у нас данные есть категория модель модель пришел смотрим да смотрите действительно все пришло и даже что-то можно прочитать ну да осталось теперь все вот вот хрень так сказать модель забандить вот на эти вот вьюшки но собственно говоря тогда давайте это и сделаем так ну что мне нужно смотреть да ну ладно я так сверну так у нас есть компоненты их немножечко ну и так и так и так по порядку кнопки ну давайте во-первых кнопки давайте сделаем во-первых чтобы у нас обновлялись кнопки они такие самые большие у нас ну и там как раз можно будет а стоп у нас же есть только вот get random а здесь у нас есть только это понятно суть вот в чем нам нужно вот в эту вот кнопку передать какую-то информацию ну вернее нам нужно вот в этот модель как это называется в этот компонент передать хендлер то есть на приклике на какую-то ну на любую из этих кнопок у меня должен по идее запускаться get random в котором передается ну тот самый этот значит каким это образом делается ну во-первых во-первых да так давайте подумаем вообще у меня тут есть только вот описание нужно ли мне сюда передавать модель ну я вот не знаю нужно или нет наверное нужно смотрите потому что в модели вот сейчас я покажу именно в самой модели так это можно закрыть смотрите в самой модели есть информация вот модел который приходит видите и самой модели и в самой модели вот информация первые последние следующие предыдущие и total ну значит видимо все-таки придется передавать модель целиком это нехорошо неплохо это просто по-другому поэтому давайте сделаем следующее для начала я создам также как допустим в реакте такую штуку которая называется props и это у меня будет класс ну вернее объект в котором в котором будет информация по свойствам но задаются они вот так вот во view все язык не поворачивается говорить view так пусть будет view type у нас будет во view у нас будет передавать вот в этот компонент будет передаваться model type он будет object потому что я передаю целиком объект дефолт на его значение пусть будет null так что мне сюда еще нужно теоретически мне сюда нужно передавать еще то самое свойство из loading помните для чего оно нужно для того чтобы кнопки блокировать пока идет загрузка чтобы пользователь не накликал соответственно type будет у меня буллин обратите внимание что этот буллин именно из буллин констрактор да то есть который существу этот класс существует во view в фрамворке то есть так тип у меня этот класс ой тип у меня будет буллин так 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 реквайт давайте реквард сделаем true то есть сделать его обязательным если я поставлю реквард true то мой компонент будет выдавать ошибку если на главной форме если вот здесь вот где вот батон напишу из лодин то вот вы сейчас прям увидите как это будет ошибка прям появляться дефолтовое так ну давайте еще давайте проверим что это работает да теоретически сейчас у меня здесь выскочит ошибочка вот она бьюшка нет не выскочила очень странно давайте попробуем обновить опять не выскочила ааа потому что бандинга же нету на самом деле вот то есть излоудинг у меня есть я его просто создал это свойство но нигде не бандю так сказать но для того чтобы допустим проверить бандится или нет так у меня еще есть некоторая сложность так смотрите у меня есть модель у него есть идентификатор а свойства задезаблено или не задезаблено давайте пока сделаем вот таким вот образом что у нас тут есть кнопка давайте главную кнопку обновить она будет вот так вот бандится дизейблет и будет равняться излоудинг ну вот так как да и сейчас я переключусь навьюшку да я навьюшку переключился и ничего не происходит раньше она мне почему-то показывала ошибку ну ладно наверное а потому что наверное дефолтовое значение задал так button list хорошо ну смотрите первым делом вообще сделать наверное нужно следующее я бы наверное сделал таким вот образом во-первых если у меня вообще нету модели зачем мне показывать кнопки ну для управления получения следующий да то есть у меня по умолчанию загрузка включается и поэтому я сделаю такую штуку if вот и собственно говоря этот if будет проверять вообще есть ли у меня модель или нет вот и теперь давайте сделаем у меня здесь тогда model нет это не тот model который вы думаете давайте сделаем restart хорошо проверяем работает или нет нет ну тоже хорошо а нет подождите будут же ошибки ну да они показываются я на них не смотрю все правильно вот смотрите mission required property я его пометил как атрибут ну в смысле как required то есть обязательный и она мне сказала что button view требует loading ну то есть все как нужно это у меня с глазками что-то плохо из loading давайте сделаем так а из loading у нас так ты закрою из loading у нас вот где передается ну теоретически я могу сказать вот так из loading из loading вот и сейчас у меня уже ошибки по идее не должно быть сейчас проверим а да стоп я сделал что-то не то да я же должен забанить ее вот вот таким вот образом ну или написать так вот и теперь она мне говорит что boolean а передается как стринг для этого нужно всего лишь навсего правильно сделать байдинг я его сделал неправильно поэтому получилась фигня проверяем так где у нас консоль ф5 ф5 опс expected проб invalid проб expected boolean так я что-то уже не то опять делаю сейчас момент давайте напишем webbind что-то что-то слово 1 ну-ка проверим опять опять что-то не то так так Топ, тут-то я правильно забанил, а вот тут как раз неправильно. Вот где порылась собака, нажимаю сохранить, нажимаем F5. Отлично, не работает. Еще что-то поломалось. Из лоудинг, экспект буллинг передаем как объект. Давайте вот так сделаем для начала. Хоп, F5, значит мы где-то выше сломались. Давайте здесь сделаем, ну например, вот так и вот так. F5, так, здесь починилось. И тогда здесь вернем обратно, нажму сохранить, F5. Ага, вот так это все делается на самом деле. Ну, видимо, работает. Так, ну, в общем-то, поехали дальше. Что нам теперь нужно? Нам теперь нужно проверить, что... А, стоп, мы не сможем это проверить, потому что у нас блокировка происходит в момент отправки. Значит, нам нужно сделать, чтобы заработала кнопка Get Humor. Get Humor мы будем делать, ну, тоже, значит, по такому же хитрому способу. У нас есть из лоудинг. Нам единство, что нужно, ну, давайте я назову по-другому, допустим, Get Random. Вот, и это... Ой, и это будет у нас, как вы понимаете, Хендлер. Тот хендлер, который мы будем... За которым мы будем дергать. Ну, вот так вот это делается, в общем-то. Вот, смотрите. Теперь, чтобы вот эта штука заработала вот в этом месте, мне нужно сделать вот следующую штуку. Мне нужно подписаться на события в On... Так, секунду. Клик. Вот. И мне нужно вписать сюда вот как раз вот этот хендлер. Но здесь немножечко такая вот конструкция должна быть. То есть, помимо того, что я здесь должен сделать вот так, то есть, прописать бандинг. Я еще должен сюда использовать непосредственно... Ну, то есть, вот так вот сделать нельзя, потому что в противном случае у меня будет вызываться при каждом рендеринге. Правильный вариант сделать все-таки вот так, да, то есть, такую лямбу, или еще и называется стрелочная функция. Вот. И в данном варианте у меня Get Random будет пустое, ничего не дергать, потому что он как бы... Потому что он как бы пустой. Но кнопку обновить просто получается новый случайный. Вот. И поэтому... Поэтому... Еще давайте, как мы узнаем, что у нас идет загрузка. Ну, у нас здесь есть... На самом деле, вот интересная задачка, да? У нас есть... Давайте я проверю, что это компилируется. Оу! Не компилируется. Так, посмотрим. Фунт. Так, на что он жалуется? На хендлер. Хорошо. Сейчас проверим. И Ctrl-Cat-D. Ну, это кнопки для... Давайте посмотрим, что не так. Так, файлит. Гитрандом. Руэкспрешн. Так, стоп. Я... Конечно же... Конечно же не так. Вот так должно быть. Лишних скобок нафигачил. Да, все правильно, все работает. И теперь... А, кнопок у нас нету. А, отлично. Да, я знаю почему. Потому что я в самом начале поставил там... Давайте пока временно его уберем. Вот эту штуку. Чтобы она у нас не проверяла, что у нас здесь и модал. Сначала мы все отладим, чтобы заработало. А потом, соответственно, будем получать. Так, вот у нас кнопка заблокировалась. Ага. Я так понимаю, что, скорее всего, у нас сейчас из-лоудинг стоит true. Потому что... Потому что... Потому что... Давайте проверим. View. Компонент. Из-лоудинг false. Давайте так вот нажму их 5. Лоудинг true. И потом false. А кнопка не обновилась. Ну, так тоже бывает. Так. Из-лоудинг у нас не поменялось. Здесь... Так. Может быть, я здесь тоже что-то неправильно делал. Сейчас проверим. О! По-моему, все сработало. Да, смотрите. Я второй раз тоже промахнулся. Но, в общем, обратите внимание, что кнопка сейчас потухнет. Потому что идет запрос. База. Вот запрос сработал. Ну и, в общем-то, как вы видите... Сейчас посмотрим, есть ли у нас запросы. Нет. Ну, это нормально, потому что мы ничего не забандели. То есть, ничего не привязали к этой кнопке из отсюдова. То есть, мне нужно теперь... Так-так-так-так-так-так... Где? Вот он. Вот этот вот баттон. Мне нужно... Там я его назвал. Get Random. Вот так я должен сделать. Get Random. И, соответственно, отдать сюда... Так. У меня есть... Get Humor. Get Humor. Я отдаю туда хендер. Проверяем. Давайте обновим. Так. Get Random. Ну, давайте попробуем сделать такое что-нибудь, чтобы было понятно, что мы это действительно нажимаем. Чё-то я как-то уже начинаю с... А, опять я эти скобки... Ну, вот привычка из этого... Не сказать, что прям совсем привычка из React-а. Ну, вот предыдущий раз всё делал на нём. Ну да, вот пошли запросы. Да. Вот видите, что мы получаем Humor. Ну, и у нас тут что-то всего очень много. Проб, чек, фейлит. А, get Random. Ну-ка, ещё раз. Да, это кэшбл. Ну, в общем-то, раз мы получаем, что эти штуки... Давайте что-нибудь попривяжем, чтобы у нас это хоть как-то... Нужно было понимать, что мы действительно... А, но здесь тоже не всё так просто. Смотрите, у нас здесь есть вот такая штука. У нас в этой штуке тоже ничего нет. Туда, ну, мне тоже нужно пропихивать, видимо... Видимо, мне сюда тоже нужно модель. Ну, хотя нет, наверное, не модель. Наверное, мне сюда нужно конкретно сам... Эксхибит, так называемый. Да, то есть вот, если вы помните, то вот здесь вот такая штука, вот. То есть можно пропихивать вот этот эксхибит, то есть экспонат, а вот эти вот мне вот в этой вот вьюшке не нужны. Ну, давайте так и сделаем. Так, это я закрываю, это я сворачиваю. И на самом деле всё очень просто. Для начала нужно создать, в общем, всё, как это называется-то, все свойства, которые мы будем пользоваться. Ну, для начала, наверное, будет всё-таки излоудинг, да? Ну, куда же без него, мы же должны как-то отображать информацию о том, что мы загружаем. То есть... Хотя, кстати, можно это не сделать, но раз уже начал, required, required, напишем true, потому что это как бы важная штука, и дефолт, пусть будет false. Ой. Дальше. О, стоп. Я самое главное-то пропустил, props. Ну, что ж вы молчите-то, господи, это же элементарные вещи. Как и так? Вот. Теперь вот это... Опс, опс, запятая, квадрол, когда всё выровнялось и красиво. Дальше. У нас есть излоудинг. Естественно, что мне потребуется? Мне ещё потребуется тот самый Exhibit. Тем более, я уже там про него написал в разметке. Да? Да, вот, везде Exhibit есть. Я вот его создаю. Exhibit у меня будет. Exhibit у меня будет Type, соответственно, Object. Ну, других пока я не знаю. Required. Ну, тоже required, потому что на самом деле, чушь я буду показывать, если у меня... Ну, нечего показывать, да? Ну, и Default, смотрите. Во-первых, можно создать Default, как вот этот вот вариант, то есть передаётся конкретное свойство конкретного типа. А ещё можно сделать, чтобы это был Handler, ну, например, так называемая стрелочная функция. Не знаю, в каком-то видео где-то кого-то как-то услышал, понравилось, буду называть. Есть такая стрелочная функция, которая возвращает объект. Что мне для этого нужно? Мне для этого нужно сделать... Давайте я вот так вот сделаю, чтобы... Ну, чтобы было красиво, да? Мы же за красоту. Вот. И поэтому я здесь делаю такой временный вариант, да? Сейчас я посмотрю, что у нас там есть. F12. Так. Ну, видимо, вот так вот нужно нажать. Вот. И у нас там есть... Чё? У нас там есть... Я буду показывать Hall... А, вот же они. Adult проверяем. Adult есть. Content есть. Так. Хо есть. ID есть. А, ну, тогда мы так и сделаем. Я тогда буду создавать ID. Пусть у меня будет временная какая-нибудь версия. Из Adult... У меня уже всё подсвечивается. Почему-то очень странно, но ладно. Ну, пусть будет True, например. Так. У меня должен быть Title. А Stop is a Do должен быть с большой буквы, потому что это приходит всё с сервера. Title должен быть у меня... Ну, какой-нибудь... Будет... Демо... Мода какой-нибудь. Не знаю. Так. Hall... Hall Name. Отлично. Всё подсвечивается. Два и то, чем будет... Тест. Ну, пусть будет Тестинг. Запятая дальше. Что у меня там есть? Content. Content у меня будет... Ну... Пусть будет вот так вот. Х1. Х1. И внутри тега напишем тест. Ну, вот такой вот странный у меня контент. Дальше пусть у меня будет CreateTed. И... Пусть будет NewDate. Я пока не буду заморачиваться. Ну, ToString, конечно же. Потому что у меня там всё отображается как строка. И... UpdatedAt. Соответственно, NewDate. ToString. Вот таким вот образом. Теперь, если я нажму Сохранить, у меня ничего не изменится. Потому что я ещё не сделал изменения в самом контенте. Так. У меня уже тут что-то всё красное. А, ну да. Я излоудинг тот самый. Соответственно, мне нужно перейти сюда. Вот этот хюмор. Я уже знаю, как бандить. Нужно написать из... Loading. Да равно. И сразу излоудинг без всяких скобок. Нажимаем. Обновить. Нет, не работает. Missing Required Property. А, ещё у меня вот Exhibit. Его тоже нету. Ну, давайте ещё тогда. Exhibit. Exhibit равен... Так, а у меня он будет равен... Соответственно, у меня есть Model, в котором вот приходит вот эта штука, так называемая. Ну, и поэтому я вот этот вот... А, подождите. Мне же нужно опять бандинг сделать. Exhibit равен... Model. Вот он мне подсвечивается. Exhibit. Exhibit. Ну, не очень приятно на слух звучит, но ладно. В общем, у меня вьювер получается как раз вот это вот... Получил у меня этот компонент. Теоретически у меня сейчас должны ошибки исчезнуть. Ну, или добавиться. Так, null. Ага, null она не принимает. Ну, и в общем-то, правильно, конечно, было бы всё-таки сделать проверку на то, что у меня контент загрузился и есть. И для этого я что сделаю? Я вот здесь вот тот самый div напишу. Не div, а if, да? Вот так вот. If... Ой, как же напишется-то? If... Равно... Вот, из-лоудинг. И не только из-лоудинг. А, нет. Мне нужно показать, есть ли exhibit существует и не загружается. Вот тогда вот имеет смысл вообще показывать этот объект. Проверим. Так, не работает. Да, отлично. Exhibit с большой буквы почему-то. Cannot find property. Так, ну, апрут. Сейчас проверим. Интересный ката-квест получается. Так, model, exhibit. Угу. Это у меня бандится вон. Так, и из-лоудинг. Угу. Ну, теоретически, конечно, все должно работать. Ну, вот тут не работает. А, давайте сделаем таким образом, чтобы... У меня... Потому что ошибка получается вот в этом месте. У меня model еще не загружен, а я к нему уже обращаюсь. Давайте здесь сделаем такую штуку. Вот. If... Model. То есть вообще когда-нибудь... Когда что-нибудь есть, только тогда пока. А, ну, вот, смотрите. О, отлично. Даже сработало. Даже что-то показалось. Вот, показываю. Видите, сейчас вот пока ничего нету. Первый раз и появилось. Ну, видимо, что-то я еще где-то пропустил. Humor Loading. Ну, давайте просмотрим. Humor Loading. Видимо, из-лоудинг. Где у нас? Из-лоудинг. Вот он. Так, хорошо. Ага. Вот, он у тебя прокрался. Loading. Ну, вот почему я все-таки люблю больше БК. Потому что строгая типизация. И тут нужно быть очень внимательным на фронте. Сейчас теоретически это должно все опять же заработать. Да, работает. И что-то я не вижу обновлений сервера. Давайте еще раз нажмем. Да, вот Humor появился. А, вот он обновился. Ну, значит, да. Просто долго читался. Ну, так тоже бывает. Ну, и раз у нас уже появился этот Humor, давайте проверим, что он реально есть где-то там в дебрях. Ну, мне, например, нужен View. Смотрите, у меня здесь появился этот самый Gibbett. И у меня есть Loading False. Если я нажму сейчас, вот, Loading True, False. И, в общем-то, новый. Все отлично получается. Так, давайте быстренько сейчас эту штуку. Не хотелось бы затягивать время. Ну, в общем, здесь все очень просто. Да, здесь мне нужно сделать что? Мне нужно просто изначальную разметку делать таким образом, чтобы было у меня читабельно все это. Давайте из Adult. Ну, так. Здесь, конечно, лучше бы сделать Control. Ну, давайте начнем по порядку. Итак, у меня есть Header. И здесь я добавлю еще одни скобки. И здесь напишу вот так вот. Model. А, нет. Здесь мне нужно написать Exhibit. И title с большой буквы. Ну, потому что у меня такие эти приходят. Давайте проверим, что это работает. А я скобки опять не те поставил. Ну, что ж, что за дела такие? Сохранить. Открываем. Смотрим. На высоте. Отлично. У нас все сейчас на высоте. Дальше, смотрите. Мне нужно сюда делать Control-V. Вот так вот. И еще по скобке поставить, чтобы этот рендеринг сработал. Здесь я сделаю то же самое. Exhibit 1. У меня уже здесь он есть. Еще вторую скобку нужно. Отлично. Здесь я тоже уже, оказывается, написал Exhibit. Упс. Здесь еще одна. Так, ага. Вот еще. Так, и сохраняем. И смотрите-ка, уже почти все показывается. Adult. Ну, с этим давайте сделаем какой-нибудь компонент, который будет просто подставлять какую-нибудь красненькую штуку. Да, и еще вот эти вот. Надо тоже красиво отрисовать. Так, Adult. Ну, для этого что нам нужно сделать? Для этого нам нужно сделать новый компонент. Давайте так его назовем. Adult. Ну, пусть будет индикатор. Ну, он просто будет загораться и показывать какой-нибудь... Ну, пусть будет знак плюс 18, да? Ой, Template View. Ну, тут будет... Давайте просто спан. Поставим спан какой-нибудь красивый. Ну, нам его нужно показывать. Так, во-первых, здесь 18 плюс. Давайте ее даже... Класс напишем. Текст Danger. Нет, Danger. И даже, вот знаете, вот так вот я сделал. Ну, чтобы вот вообще сильно было прям видно, что опасно. Или даже, знаете, мы, наверное, сделаем класс, не Danger. Мы сделаем вот так вот. Badge. Ой, Badge. Ну, или Badge. Badge пусть будет тогда. И Badge будет Danger. Вот. И тогда здесь, соответственно, вот это не нужно. Сейчас это будет у нас такая красивая надпись. Так, ну, единственное, что у нас сейчас она будет показываться всегда. А я не хочу, чтобы она показывалась всегда. Я хочу, чтобы она показывалась только если... Ага, у меня здесь нету. Допустим, допустим, isAdult. Я вот такое свойство сейчас создам. Ну, и как вы понимаете, здесь мне нужно написать... Скрип... Не так. Мне нужно так вот. Скрип... View. А здесь нужно написать props по образовую подобию, как в React. IsAdult. Ну, значит, контент для взрослых. Так, соответственно, будет Boolean, нам уже известный. Required. Это будет у нас обязательно. То есть, мы здесь должны поставить True. Дальше. Default. Ну, естественно, False. Потому что мы же нормальные люди. А поэтому по умолчанию Default будет False. Так, ну и что? Раз у нас здесь есть Adult. Трала-трала. Required. Сейчас мне нужно этот компонент, соответственно, зарегистрировать в Humori. Давайте в Humori его зарегистрируем. Это делается очень просто. Я уже привык это делать с самого начала. Нет. Components. Ну, чтобы видно было, какие компоненты подключены. Мне кажется, как конструктор я тоже обычно наверх выношу. Ну, и здесь у нас будет Adult. Indicator. Indicator. Вот. Ну, и, как вы понимаете, мне нужно тогда его заимпортировать. Соответственно, вот так вот. Adult. Indicator. И from. Вы не поверите. Adult. А, нет. Стоп. Вот так вот. О, Adult. Индикатор. Точка-запятая. Enter. И, в общем, теперь я могу вот здесь вместо вот этой штуки сказать следующее. Adult. Adult. Ин. 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 Так. Это неправильно. Потому что у меня из. мне нужно забайндить ну или привязать из adult обязательное свойство к так мне нужен exhibit из а нет за главную букву из adult ну вот как-то вот так это должно примерно быть вот только наверное мы сейчас это пока не сможем посмотреть а у меня тут что-то сломалось adult индикатор он сказал что компонент has been registered not used не может быть он не used я же его а я опечатался adult индикатор я вот так вот сделаю ctrl v, ctrl v здесь я ctrl v не люблю копировать но иногда приходится в общем как вы видите объекты получаются что-то очень долго но ладно вот получился и это соответственно не показывается давайте здесь сделаем вот такую штуку упс и да смотрите он показался ну по-моему все нормально значит как только у нас заработает эта фишечка мы видим что он работает так ну и раз у нас view уже почти работает да вот единственное что осталось категория разная наверное нужно наверное нужно сделать немножечко побольше шрифт я так думаю вот с контент а стоп у меня же есть там временное а я ну да наверное смотрите я про что говорю смотрите вот у меня здесь контент и он просто бандится то есть я увижу давайте проверим что я увижу я говорю про то что хаттмл нужно будет обновлять сейчас посмотрим да вот смотрите видите появляется хаттмл теги view это немножко делается не так это делается немножечко немножечко вот так есть у них специальный вот такой хаттмл вот и сюда нужно как раз вот этот xgibi.content отдать а вот эту штуку отсюда как говорится убрать и сейчас у меня эта штука должна сработать как нужно пошел запрос на сервер пошел 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 ну надеюсь вернется вот что-то не знаю наверное кто-то тупит ага вот что-то прилетело ну-ка давайте где-нибудь у нас вот смотрите тут наверняка хаттмл но он уже отображается совершенно правильно то есть бры то есть брейки да разделители пока работает так теперь смотрите вот эта штука мне как-то вот не очень нравится как она показывается я думаю что нужно сделать какой-нибудь давайте тоже сделаем отдельный компонент я назову его как-нибудь пусть будет дейт пусть будет дейт форматор вот так вот тоже это будет компонент view потому что он будет отображать до одну здесь я напишу так вот template пока потом здесь напишу цик рипт view вот дальше ну что этот давайте я сюда тоже впишу span значит так он у меня будет показывать и дату создания и дату обновления но у меня бывает так что дата обновления нету поэтому я сделаю здесь условное binding если я сделаю вот так value то есть здесь какое-то значение я его буду рисовать и вот это значение я буду ставить так стоп это лишнее так пока вот так вот сделаем value давайте сначала создадим свойство props общей месте вот я придумал смотрите у меня есть дата и это дата может быть или создание либо обновление я просто создам это свойство label то есть метка которая будет подставляться она будет иметь type string она будет required обязательно ну чтобы была метка какая-то приписана дальше ну к дате чтобы было понятно ну просто такой компонент да у меня есть какой-то формат пусть будет этот формат тоже имеет type string я буду получать из файла конфигурации который мы создали дефолт будет дефолт будет ну как раз давайте вот этот кфг и возьмем дата мне нужно этот кфг заимпортировать импортировать импорт ну как вы помните configuration as кфг from ну естественно configuration configuration вот теперь у меня здесь есть по идее кто дата формат совершенно верно ну и дата формат тоже сделаем required true ну потому что дату все равно как-то нужно отображать конечно же если она есть ну и в общем то вот то что я написал value давайте создадим еще value это value у нас будет совершенно верно она будет type string required ну required по идее false ну да давайте вот так вот сделаем дефолт ну допустим у меня updated add она nullable и она может не прийти сюда ну и раз у меня есть какая-то логика я не могу здесь просто value забайндить потому что мне нужно здесь вот ну по-человечески было бы неплохо сделать какой-нибудь метод который бы делал предварительную обработку чтобы вот сюда вот не лепить всякую гадость большого много я вот такой format formatted value я назову его так пусть это будет функция которая как раз и будет высчитывать что там у меня как а соответственно вот здесь тогда у меня будет написано label давайте тогда вот в такой способ рендеринг изберем а здесь я также покажу this а нет formatted нет formatted value ну в общем вот таким вот образом да получается что форматированная value у меня будет каким образом формироваться так у меня же еще локализация должна быть ладно сейчас проверим так давайте для начала import сделаем такую штуку момент ой from момент нет момент да вот так ну и как вы понимаете опс мне нужно эту штуку остановить хотя можно было не останавливать npm install save moment по-моему он момент называется js или момент js ладно сейчас посмотрим он остановился так можно сразу запустить пусть работает это можно удалить это можно закрыть ну и в общем то чтобы эта штука у нас стрельнула надо наверное тот самый момент заюзать ну в смысле заиспользовать это делается на самом деле очень просто слава богу момент вообще простой так что это мне нужно сделать что мне нужно мне нужно вообще сделать ретурн достаточно момент насколько я его помню момент всегда нужно передать дис в тот самый да и соответственно формат ну соответственно дис формат наверное да формат формат да у нас такой тоже есть соответственно это нужно вернуть да и единственное наверняка будет проблема почему то я так думаю что нажмем f5 проверим уже останавливали да не работает ну проблема не в этом конечно сейчас проверим а мы же его не подцепили ну да конечно а для этого вместо вот этих значений где вот создано я должен для начала подключить эту штуку import date форматор from так вот сделаем date форматор здесь соответственно мне его нужно подключить date форматор и теперь я здесь могу его заюзать это будет date форматор вот и так у меня там какие-то свойства обязательные были вот формат обязательный и лейбл соответственно я здесь должен написать формат 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 я могу не делать кстати почему я его сделал обязательно формат required а так у меня же он вот дефолтовое значение а я тогда могу сделать false и если его не задам то возьмется из этого из конфига поэтому я сделаю лейбл так нужно забайндить лейбл нет вот так вот лейбл равен вот так делаю черт я не то написал опять может быть эти скобки вот лейбл равен ну пусть будет создано да создано а там двоеточие не нужно вот и соответственно я еще должен добавить сюда вот такую штуку опять value ну в данном варианте это будет x хибит точка created add вот таким вот образом я даже сделаю еще вот так и здесь добавлю так здесь мне нужно так вот сделать и вот эту штуку пропустить сюда вот и соответственно здесь updated updated и обновлено соответственно я могу лишние эти штуки теперь убрать сжать и посмотреть что сломалось нет ничего не сломалось смотрите все работает давайте потыкаем по кнопкам есть обновление даже вот видите когда не было обновления то показывается только одна запись и в общем то давайте проверим что работает даже формат допустим если я захочу где он вот он то есть я скажу что я хочу формат нет такой вот формат он мне не обязательный но я могу его сделать таким вот образом допустим Y Y Y Y тире M и DD сохранить да смотрите работает зараза очень даже прикольно по моему ой смотрите я тогда это уберу в общем то пока все получается вот так еще раз вернемся на вьюшку что нам еще не хватает нам не хватает вот этих кнопок и не хватает а давайте проверим что это работает сейчас а нам нужно total мы еще total не забандили давайте забандим total для того чтобы нам отобразить total нам на самом деле нужно сделать следующее давайте тоже создадим компонент назовем его total какой нибудь found ну естественно опять view теперь нам нужно здесь сделать template и я сразу же создам хотя ну давайте уже раз начался script view ну в общем что нужно сделать я буду показывать div так я вам хочу показать для начала это принятие что его писать вот здесь значит у меня есть под категория под списком категорий значит это будет однозначно div класс я добавлю чтобы он немножечко был отделен вот ну и span класс у меня там он такой бледненький да я напишу маленькими буквами и текст muted ну значит притемнен как он ну понятно да здесь я напишу найдено как там написано на вьюшке и теперь мне нужно давайте сделаем вот так вот чтобы было хоть чуть-чуть видно я скажу я скажу и вот так вот сделаю ctrl kd все отлично выровнялась так теперь раз у меня есть раз у меня есть ну давайте так и сделаем вот у меня есть компонент ничего сюда импортировать не буду я создам ну во-первых name да мне это обязательно я назову total found и props я сюда буду прокидывать информацию о total не попадая по буквам total type ну понятно что это будет number required ну давайте сделаем true все зависит от того какая у вас будет логика ой дефолт будет у нас ноль и все ну и еще наверное когда у меня идет загрузка смысла его тоже показывать нету и с loading я тоже сделаю type boolean default соответственно false ну и required я тоже сделаю true ну чтобы всегда его заполнять в общем вот такой вот простой компонент и теперь где его мне показывать наверное вот под этой штукой я бы показал да давайте сделаем import total found надеюсь правильно написал from components у нас есть components и total found и вот так вот и сюда мы вот еще добавим total found отлично теперь соответственно смотрите я даже вот так сделал тоже в отдельный див запихну ну тут ладно я уже там добавил ну вот здесь можно вот этот вот див убрать да вот так вот control x так вот вот и вот здесь соответственно у меня этот див уже есть я вот так вот сделаю ну мало ли вдруг я там буду еще какую-нибудь гадость сделать total found ну и опять же у меня вот этот вот заклятый из loading нужно ставить обязательное значение и так же нужно total так а total мне как проще передать я думаю что мне нужно передать total из модели у меня здесь есть модель да у меня есть total значит total мы будем передавать model total и вот такую штуку еще так вопрос у вас мне давайте так у меня же модель бывает null поэтому я сделаю еще такую штуку v if ну вот так вот model ну и все наверное model то есть если model есть тогда ну bind эту штуку давайте проверим смотрите-ка ничего не найдено обновить а я наверное сам total не забандил давайте проверим total нет bind total а стоп у меня же это total так не должен привязываться так один момент у меня почему-то с одними скобками а стоп я наверное его на view не подключил да table да да нет сейчас проверим сейчас проверим total так так наверняка ну конечно где-то я поспешил ну вот значит он должен отобразиться сейчас проверим нет опять не отображается сейчас проверим так так подождите у меня total вот показывается а это откуда вы берется да видимо я где-то как-то видимо в категориях его показывали ну конечно смотрите что я тут наделал неправильно нарисовал ну и план видимо изменились а тогда мне нужно посмотреть да действительно теперь у меня работает total это хорошо и единственное что я сделаю еще вот такую штуку добавлю вот сюда чтобы она тоже отображалась хорошо ну вот теперь как бы вообще все нормально вот ну и собственно говоря когда я клику обновить теоретически мне должны данные обновиться и сюда прийти уже другое количество то есть а самое интересное начинается в общем то у меня теперь включены категории смотрите я включаю категории и допустим вот стежки да нажимаю у меня все равно приходят 4467 записи в общем не работает это ну давайте это уже в следующем видео сделаем потому что что-то по времени не попадаем в общем нужно сделать чтобы вот эти данные переведавались в API сервис и чтобы вот эти вот кнопки были перекабельные сделаем это уже в следующем видео большое вам спасибо что смотрите и комментируете сейчас проверим что это работает нет что-то где-то я еще инвалид компонент name custom компонент где-то я пробел лишний поставил сейчас подождите еще не прощаюсь компонент у нас вот он F12 нет не работает тогда так да конечно это глупо называть пробелом вот теперь вообще все должно быть замечательно F5 чудно но в общем давайте до следующего раза а там дальше уже будем заканчивать спасибо большое что смотрите пишите комментируйте ставьте лайки подписывайтесь и до новых встреч до новых встреч у нас и опять же ослабить из следующего раза